Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике будет обзор супер-пупер накладки за секречные разработки какого-то китайского тренера. Начну с предыстории. Я частенько захожу на сайт ProTT и смотрю, какой есть там новый китайский инвентарь. Возможно, какая-нибудь скидка. И наткнулся на эту накладку. Меня она заинтересовала. Я посмотрел в описании. Там писали то, что она очень сильно похожа на профессиональную версию Харикейна 3 по вращению, по скорости и по многим характеристикам. То, что ее давали пробовать игрокам национальной сборной, сборной провинциальных команд, и они тоже это отмечали. Стоимость этой накладки всего лишь составляет 28 долларов. Поэтому я и решил ее попробовать, какая она будет в игре. Структура обзора будет точно такая же, как и на прошлых роликах. То есть мы с моей напарницей Анастасией будем по элементам пробовать. Вы будете смотреть, как будет от меня лететь, как будет от ее лететь, по дуге и по подобным признакам, по которым вы определяете, как накладка хорошая или плохая. Смотрим. Первое – это подрезка. Разумеется, перед тем, как я ее наклеить, всего лишь один слой бустера нанес, потому что продавец-китаец тоже посоветовал это сделать, чтобы она раскрыла все свои свойства и качества. Подрезка комфортная, как и на всех китайских накладках. Из-за того, что катапульты нету, мяч не вылетает. Чувствуется то, что топшит очень цепкий, но он липкий. Следующий элемент, по которому мы посмотрим эту накладку, это будет накат справа. Здесь вы уже можете слышать характерный треск китайской накладки. Возможно, вы уже подумаете, что разминаются китайские спортсмены. На накате играйте комфортно, но не так комфортно, как накладка за 410 рублей. Фрэншип кросс. Губка здесь, конечно, не такая, как там. Там я говорил, она больше похожа на гибрид. Но китайская накладка должна раскрываться у нас не на плоской игре, а на игре вращениями. Вот это ее козырь. Теперь переходим к основным критериям, это топ-спин. Сейчас будем посмотреть, какая она на топ-спине, эта накладка. По вращению видите, что мяч вылетает, все нормально, не проскальзывает. Вращение хорошее, я прям чувствую, как мяч закусывается. Это может свидетельствовать реакция моей напарницы. Мяч закусывается. Теперь в ближней зоне топ-спинчики. КОНЕЦ Теперь посмотрим, какая какая-то накладка себя будет вести на первом ходу. По блоку хорошо себя она проявила. Смотрим теперь первый ход с подрезки. Навесной топ спин делаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видим то, что потенциал у накладки огромный. То есть все дело в руках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий элемент, это будем делать усиление вторым ходом. Докрутили, завершили. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вспоминаем то, что накладкой Фрэншип Кросс второй ход был просто колоссальный. За счет того, что там мощная была губка. 410 рублей, запомните, ее цена была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как из пушки. Ребят, смотрим. Согласен, ножки не работают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ходе обзора я увидел такую тенденцию. То, что здесь у этой накладки есть некий значок. Накладка неизвестная. Это первая из этой фирмы. Потому что здесь серийный номер, можно по нему понять. Здесь есть значок. Я не мог понять, что он обозначает. Но после того, как я подделал серию топ-спинов, я понял, что здесь нарисована дуга. То, что мяч постоянно будет стремиться сваливаться. И сейчас по этому мячу вы могли это все видеть. Продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот посмотрели. Говорю, что мне показалось этой накладкой. Типичная накладка китайская. Второй ход нужно прорабатывать. Подходить ногами, делать правильно. Но если вы сделаете это все правильно, получится очень опасный удар для соперника. Следующий элемент, это у нас будет блок. Моя напарница будет мне вращать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, это сказка. Как рукой кладу. То есть абсолютно не реагирует к приходящему вращению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для сравнения давайте попробую голдарком 8 поподставлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постоянно приходится поджимать. Вылетает мячик. Следующим элементом будет у нас перекрут. Игра топс на топс. Смотрим. Моя напарница делает первый ход. Я контратакую. Жалю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, то, что делаем немного правильное движение, наклонили перед собой, все залетает. Немного опаздываем, мяч улетает в аут. Но и при этом перекручивать ей очень комфортно. Первый ход. Сейчас попробуем поиграть в топс на топс. Смотрим. Блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, мяч летит очень опасно от этой накладки. Он постоянно сваливается. Поэтому те, кто любит уходить в перекрут, чтобы был процент попаданий и выигрыш у них больше, советую эту накладку. Название я напишу в этом ролике, также в описании, потому что выговорить я это не могу. А если попытаюсь выговорить, то кто-нибудь будет пытаться засмеять, что я что-то не так произношу. Поэтому я напишу. Каждый для себя это прочтет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это уже хорошая серия. Таким образом, проведя обзор этой накладки, название можете увидеть в описании, могу сказать следующее. Мне эта накладка очень сильно понравилась. По следующим критериям. Во-первых, вращения у нее очень много. По мощности большой потенциал. И в принципе она очень сильно похожа на национальную, на Харикейн 3. С провинциальным я могу сравнить. И скажу следующее. То, что второй ход немного мощнее. Вращение может быть чуть-чуть побольше, чем у провинциального Харикейна 3. Про короткую игру китайскими накладками в принципе можно и ничего не говорить, потому что у всех китайских накладок короткая игра на высоком уровне. По накатам судить смысла нету, потому что китайскими накладками нужно играть именно сквозь мяч, мяч прокручивать. И на завершение скажу следующее, что мне эта накладка очень понравилась, и я буду ей играть. Но остался один вопрос. Насколько ее хватит по долговечности? То есть если этой накладки будет хватать примерно месяца на два, то это будет очень хорошая накладка за свои деньги. Если перевести в рубли, мне она обошлась примерно 2600 рублей. Всем спасибо за просмотр. Смотрим следующие обзоры. В следующих обзорах будет накладка из рубрики «Дешево и сердито», которую я потом опять так же разыграю среди подписчиков. До встречи!